Муромские автолюбители бьют тревогу. Все чаще и чаще в районе медицинского колледжа муромцы сталкиваются с фактами умышленной порчи припаркованного автотранспорта. На оставленных без присмотра машинах через какое-то время хозяева обнаруживают глубокие царапины. В социальных сетях автовладельцы даже стали поговаривать об автомобильном маньяке. Хулиганство приписывалось местным подросткам до тех пор, пока одному из водителей не удалось заснять вредителя. Кому же не дают покоя припаркованные автомобили и что грозит вредителю, узнаем в сюжете. Любительское видео в социальной сети выложил владелец припаркованного автомобиля. По его словам, три дня подряд ему портили багажник. Царапали машину три дня подряд. Вот здесь вот царапано в первый день. Я думал, сначала задели ветками, потом вот это вот во второй день уже более сильно. И вот на третий день уже я поставил видеорегистратор. И вот этот царапинок, где он прошел, и царапал. Автомобилисту пришлось установить видеорегистратор, чтобы найти вредителя. К всеобщему удивлению в объектив камеры попались не подростки, а пожилой мужчина, который умышленно царапал транспортное средство. По словам местных жителей, он уже не впервые портит припаркованные автомобили и, возможно, психически нездоров. Пользователи социальных сетей советуют пострадавшему автолюбителю написать заявление в полицию. За такой поступок старику-разбойнику грозит, как минимум, административная ответственность. В данном случае противоправные действия гражданина квалифицируются по статье 7.17 Кодекса об административном правонарушении, а именно умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли значительного ущерба и влечут наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Чтобы доказать виновность данного лица, необходимо зафиксировать факт причинения ущерба. Это может быть видеосъемка с четким изображением причинения вреда, свидетельские показания. Далее вы должны обратиться в дежурную часть с заявлением о привлечении к ответственности данного лица и приобщить видеосъемку. После этого для фиксации факта причинения вреда будет направлен сотрудник полиции по месту совершения данного правонарушения. Остается только догадываться, что вынудило пенсионера на такие действия. Однако никакая причина не дает человеку повод портить чужое имущество. Даже если водитель нарушил правила парковки, разбираться с ним должны сотрудники ГИБДД. В противном случае в роли обвиняемого может оказаться сам мститель-вредитель. Вадим Уколов, Илья Облётов. Наши новости.